Доброго дня, друзья! Ну что ж, март на дворе, но морозы стоят совсем не мартовские. Зимние морозы. У нас февраль был теплее, а в марте вот до минус 22 уже доходит. Но, тем не менее, весна все равно уже берет свои права. Солнце значительно больше, нежели в феврале. В общем, поговорим опять про желтый инвертор, который Сила ПРО 3600 МАШ. Сегодня в этом ролике покажу вам режим подмешивания, как работает. Мы немножко нагрузим его. В общем, понемножку, по чуть-чуть буду рассказывать вам в своих роликах про этот инвертор, пока он у меня. Потому что он у меня пробудет недолго, буквально я думаю, что месяц, и мне его надо будет отдавать. Ну а пока у меня будут снимать разные обзоры на него. Поехали, ребята! Да, не лишнее будет сказать, когда с клиентом обсуждали его будущую солнечную электростанцию, то планировали, естественно, систему на 48 Вольт и инвертор Сила МАКС. Ну, заодно и рассматривали другие инвертора, в том числе 5600 МАШ. И заинтересовало клиента продажа в сеть. Я говорю, ну тогда давайте посмотрим золотой инвертор, желтенький 5600 МАШ, который он продажа в сети, параллелится до 9 устройств. Он говорит, а если вот 3600? Я говорю, подождите, 3600 вам будет мало. Ну, электроприборов-то у вас значительно больше, чем 3600. Он у вас будет уходить в защиту. Он говорит, ну а мы поставим 2. И вот тут я подумал, действительно, интересная мысль. Получается, что мы каждому инвертору, а мы 2 в параллель ставим, можем подключить по 5 кВт солнечных панелей. То есть, соответственно, 5 на 1, 5 на другой. Если в случае 7200 инвертора, который мы хотели, 1 поставить, да, во-первых, не будет продажи в сеть, это раз. А во-вторых, мы только по 4 кВт на каждый МПТ-контроллер, 7200 можем поставить, а здесь по 5 на каждый инвертор. Плюс еще мы можем, например, при желании сэкономить на потреблении самого инвертора в зимние месяца, ночью, допустим, на ночь, один инвертор отключать, и все. И работать ночью, например, в вечернее время на одном инверторе, 3600. Ну, обычно ночью немного каких-то электроприборов, холодильники, ну, видеокамеры, может, наблюдения, ну, какие-то лампочки освещения в основном. А все энерго-это затратные дела все равно у нас днем идут. Проснулись, включили инвертор. Ну, как вариант. То есть мне это решение показалось интересным, и мы, в общем, взяли два инвертора и в параллель, и на них строим солнечную электростанцию. Себе я не стал подключать два инвертора, просто мне неудобно. Поэтому на одном инверторе покажу вам его возможности. Поехали, ребята. У нас утро. Заходит с панелей на желтике этот инвертор. Один киловатт, 92 ватта. Но это не максимум далеко. Почему? Потому что напряжение на аккумуляторах уже 56,4. Он как раз поднимает до 56,4. Вот на каждом аккумуляторе напряжение. Вот, соответственно, на всех аккумуляторах. Работает режим подмешивания. Вот инвертор на себя, видим, это его потребление. Вот он, 17-20 ватт от городской сети. Это исключительно город. Это потребление в доме. Ну, смотрите, давайте я сейчас включу специально нагрузку какую-нибудь. Ну, вот в ТЭН сейчас включу. Посмотрим. Включаю ТЭН на полтора киловатта. Что мы увидим? Вот, сразу от солнечных панелей, видите, 2 киловатта. Так, 900 провалил. Сейчас посмотрим. Да, вот полтора киловатта от солнечных панелей пошло. 2 киловатта. И смотрите, в доме что? Потребление, соответственно, от городской сети. А это общее потребление. Да, видите, 1 киловатт, 870 ватт. Потребление общее. А от городской сети я беру копейки. Вот так работает режим подмешивания на гибридном инверторе СилаПРО 3600МН. Новое поколение инверторов. Замечательная работа. Кстати, обратите внимание. Я говорю, вентиляторов не слышно. Он не шуршит. Но, правда, на улице мороз. То есть, у него, видимо, четкий вот этот контроль. Будет, наверное, шуршать, когда действительно понадобится. То есть, вот я прям близко подношу. Смотрите, на этот свет включить лучше будет вот так. Соответственно, никаких шуршаний. Но на улице мороз. Вот продолжается. Смотрите, работа. Городская сеть. Общее потребление. Ну, красота. Ну, что тут скажешь. Здорово. Заходит от солнечных панелей. 1900 ватт. Напряжение на аккумуляторах. 51,9. Вот таким образом. Потребление дома. 3 киловатта 645 ватт. Ну, вот на инверторе мы видим. 3 киловатта 640 ватт. А инвертор-то сам 3,600. Сам инвертор этот 3,600. Никаких проблем. Ну, вот он пишет. Нагрузка 100%. Но никаких проблем. Мы реально превышаем. Немножко. Но превышаем. Но ему все равно. Все отлично. Кстати, от солнца заходит 3 киловатта 342 ватта. И обратите внимание. Я говорю в реальном времени. Это не наложенная запись. И инвертор шуршит совершенно не сильно. По сравнению с моим 7200. Вот я сравню. Он в два раза тише. Да, он шуршит. Звук издает. Но не прям так, что как 7200. Как этот, как пылесос. Так тихонечко довольно-таки шуршит. Конечно, в доме ставить его не нужно. Он будет мешать шуршанием. Все равно. Но вот он у меня на террасе дома. Правда, сейчас мороз у нас. Примерно минус 6 мороз. Вот такая информация, друзья. Вот по-прежнему. Да, горсети нету, как я уже говорил. Нет горсети. Сейчас полная автономка у меня сегодня. Исключительно на инверторе. И солнышко. Здорово. Вот так что вот. Там печка работает. Еще что-то. Чайник какой-то работает. 3600. Все держит прекрасно. И, конечно, от солнышка. У меня там массив тоже, кстати. Массив у меня 3600. Но у меня угол. Немножко неправильный угол. Не для марта. Мне бы вот так угол поднять на тех панелях. Но уже никак. Выше я поднять не могу. И то вот, пожалуйста, панельки дают. Красота. Когда солнце, это просто супер. Вот такая информация. Друзья, буквально на секунду вас отвлеку от темы ролика. И хотел бы предложить свою помощь в построении солнечной электростанции. Если вы хотите построить солнечную электростанцию, приняли для себя решение, но не знаете, как это сделать, вас пугают трудности. Вы не знаете, как подключить солнечные панели. А время просматривать мои ролики и ролики других альтернативщиков у вас нету. То я даю персональные платные консультации, в которых прямо в видео показываю, как куда подключить. Все разъясняю. Так что вопросов не останется. Если предложение интересно, то вот моя электронная почта. Оставляйте свои контакты. Я с вами свяжусь. Друзья, кроме солнечных электростанций, гибридных инверторов, солнечных панелей и все, что связано с альтернативной энергетикой, я еще занимаюсь столяркой. Это мое давнее-давнее хобби еще до солнечных панелей. И в основном я делаю разделочные доски, всякие разные подарочные ящики, ящички под цветы, под игрушки и так далее на заказ. Если вам интересно, разделочная доска или ящик или еще что-то либо такое, то, пожалуйста, я и для вас могу тоже сделать. Отправляю либо транспортными компаниями, либо почтой России. Так что вполне возможно, что моя разделочная доска может быть и у вас на кухне. Делаю из дуба и из карагача. Ну, из дуба преимущественно. Очень нравится мне этот материал, служит долго. Обработка исключительно натуральным льняным маслом и пчелиным воском. Вот такая информация для вас. Если интересно, то пишите на мою электронную почту с пометочкой доска, ну или еще как-то, да, чтобы я понял, что это столярка. И я для вас сделаю любую, в общем-то, разделочную доску или какой-то еще ваш заказ и отправлю вам транспортной компанией. Кроме всего прочего, у меня есть лазерный гравировальный станочек, который может написать любое название, любой логотип на разделочной доске или на любом изделии, либо любой текст. В общем, все, что пожелаете, тоже можно сделать. Вот один из моих заказов. Замечательные ребята, сыроделы Тверской Малахит. Вот я для них изготавливал вот такие разделочные доски. Ну, а я уже буду заканчивать этот ролик. И так затянул, друзья. И информации тут всякой разной. Много вам дал и по столярке в том числе. Интересно, неинтересно, столярка, если напишите там в комментарии, то могу побольше снимать про столярку, потому что частенько там работаю, что-то делаю, станочками, фрезерами, ну и так далее. Если интересно, могу дополнительно снять даже отдельный ролик. Не знаю, насколько он вам будет интересен на этом альтернативном канале. Вроде бы как бы не в тему ролика, да. Вот, значит, что еще? По инвертору желтенькому вот этому в ближайшее время еще поснимаю побольше видео, пока он у меня. Постараюсь для вас сделать, ну, больше видосов всяких разных, дать больше информации. Все, друзья, заканчиваю ролик. Крепкого здоровья, жму руку, пока.